Всем хоккейный привет! Привет всем! Первый анекдот. Парень девушки. Девушка, давайте наконец выключим свет и ляжем спать. Девушка такая, ну вообще-то я с первым попавшимся парнем свет не выключаю и спать не ложусь. Парень такой, мне что так в тамбуре до Владивостока и ехать что ли? Анекдот, кстати, много набрал, лайков ваших. Следующий анекдот. Браток едет такой на 600-ом Мерси, за ним едет скорая помощь. И еще едет пожарка. Едут, останавливает их гаишник, останавливает, останавливается 600, останавливает пожаркой скорых помощь. Гаишник такой, говорит, такой-то там лейтенантик, а че это за вами едет? Скорая помощь и пожарка. Браток говорит, да вы меня гайцы задостали. Он говорит, почему? Да у вас, говорит, то аптечки нет, то огнетушитель пропал. Вот такой вот анекдот еще. Ну и третий анекдот, мне вот лично он нравится больше всего. Такой вот анекдот. Учительница такая, говорит, Вовочка, почему ты опоздал? Вовочка такой, Марья Ивановна, да я собирался с папой на рыбалку, а он меня с собой не взял. Вот, вот, правильно, у тебя очень умный отец. Вовочка говорит, да не, он просто сказал, черевей на всех не хватит. Поехали, Саш, можно музыкантский, можно нет. Ну, положено музыкантский, пусть будет такое, около музыкантский. Давай. Из жизни музыкант. Да, евреев. Это хорошо, да. Давайте, нет, тем не менее. Музыкант в кабаке вечером снял девушку, привел домой, начинает ее обалтывать, обнимает, целует, говорит, ну вот мы, наконец, одни, дорогая. Она ему говорит, ниже. Говорит, ну вот мы, наконец, одни, дорогая. Понятно, это такой музыкантский. Это хороший старый, кто-то у меня новых не будет. Хороший анекдот, Валер. У меня такой анекдот, сказка. Чувак, колобок, клевый, катится по дорожке, на встречу ему серый рок. Говорит, колобок, колобок, я тебя заберляю. Кочумай, чувак, не берляй меня, я тебе песенку слабаю. За кулисами в оперном театре встречаются тенор и бас. Тенор говорит, да, сейчас вышел на сцену, спел Орюленского, и все тёлки потекли. Тот говорит, да. Бас отвечает. Нет, у меня такого не бывает. Я выхожу на сцену, пою, и тишина. И только потом. А что это такое? А это целки лопаются. СМЕХ А, какая сильная программа. Чувствую, да? Извини, ты музыканты же, чё? Это музыкант. Всем привет. Анекдот. Животрепещущий. Две подружки, женщины встречаются. Одна, вторая говорит, прикинь, у меня сын такой балбес. Он говорит, в смысле, что? Он говорит, да чё, он взял футболку, на которой написано, я за Байдена. Говорит, и чё, он говорит, а чё, он вот пока день её носил, ему раз пять пнули, и ещё раз двадцать леща дали. Это ещё он из квартиры не выходил. Всем привет, друзья мои. Политические анекдоты у нас вот здесь. Вот здесь, вот здесь. Ну а вы напишите чё-нибудь, вообще какой-нибудь политический анекдот или ещё что-нибудь такое, чтобы я мог рассказать. Всем привет. Вот, поехали. Осталось три человека. О, боже мой. Три человека. Ура, ура. И мы начинаем рассказывать с Алексеем. А нет, давай, Денис, теряй. Вы чё, Телевайка, но объективно смешнее анекдот был. Ну, братан, это биатлон. А ну нет, это слив идёт прям конкретно. Я даже негодую, я негодую. Сливы, Гитлер и сливы, блядь. Виталька Ботов. Так, почему же я послушал только четыре анекдота? Давай, осталось-то? Когда готовился? Три человека. Трасса. Мотоциклист едет с большой скоростью, значит, сбивает воробья. Воробей, 28 переворотов. Мотоциклист тормозит, останавливается, выходит к воробью. Подходит, значит, воробей, ну, вроде живой. Мужик забирает воробья домой. Ну, думает, выхожу. Значит, клетка, всё, готовит клетку, закидывает туда воробья, там, погладил, там, его немножечко, там, потрёс, положил хлебушка, воды налил, закрыл. Такой думает, надо ехать на работу, уезжает. Просыпается воробей, смотрит, хлеб, вода, клетка. Блядь, скажем, мотоциклиста сбил. Такой хороший старый детский анекдот. Да, отлично. Внимание, извиня, ну, правда, я очень про меня, мне кажется, анекдот. Вот, давай, рассказывай ещё. Пришёл мужик к священнику покаяться в своих грехах, говорит, грешен я, батюшка, грешен. Он говорит, ну, давай, рассказывай, будем разбираться. Он говорит, ну, что, ну, вот, три дня назад позвала меня подруга помочь ей собрать шкаф. Я пришёл, шкаф собрал, тут пошёл дождь, она мне говорит, ну, куда ты пойдёшь в дождь, ну, оставайся. Ну, я остался, чай попили и трахнул я её. Говорит, ну, да, грех, грех. Да, это ещё, говорит, не всё. А вот позавчера меня дальняя-дальняя родственница позвала починить ей стиральную машинку. Я пришёл, машинку-то я починил. И тут дождь пошёл, она говорит, куда ты пойдёшь, дождь идёт, давай чаю попьём, оставься. Ну, я остался и её ведь трахнул. Ну, тоже грех, грех. Так это не всё, батюшка. Ну, что ещё? Ну, вот, а вчера меня мой друг позвал помочь ему починить машину. Машину-то мы починили, а тут дождь пошёл, а он такой говорит, да ты останься, терябнем по сто грамм, куда ты в дождь пойдёшь. Так я ведь и его трахнул, батюшка. Вот что мне делать? Иди сюда, сын мой, дождь собирается. Да. У меня такой симфонический классический анекзот. Был дирижёр, значит, один очень известный, да, и потрясающе дирижировал, и оркестр играл просто потрясающе. Ну, у него одна фенька была. Он перед тем, как взмахнуть палочками, доставал из карманчика бумажку, прочитает, и дальше потрясающе. Все думали, думали, что такое. Ну, короче, когда он снял свой фраг, вытащили эту бумажку, там написано, скрипки налево, виланчели направо. Мне кажется, так это и происходит, да? Смотри, Ильдар заплакал, мне кажется, у вас так в оркестре. Ну, не, да, у филармонического так. В оперном, конечно, все поинтереснее. Он же руководит этим процессом. Почти похоже, как Александр рассказал, приходит чувак в оперный театр, встраивается в группу басов. Говорит, здравствуйте, вам басы нужны. Он говорит, мужчина, ну, вы можете сказать что-нибудь более грубее? Он такой, здравствуйте, ебаный в рот, вам басы нужны. Хорошо. Анекдоты не смешные. Анекдоты читаю, по памяти не помню. Люди неприятные. Заслуженно и хватит. Приду еще. Короче, сегодня я как в театр сходил. И это было потрясающе, это было очень интересно, очень артистично. Я здесь получил огромное удовольствие. Жалко, что без бухла, ну и ладно, и так хорошо. Расскажи анекдоты, заработай денег. Участники сбрасываются по одной тысяче рублей, рассказывают по кругу анекдот, после каждого круга голосуют за самого хренового рассказчика. Победитель забирает все. Дорогой, ты меня, пожалуйста, сегодня назови каким-нибудь грязным словечком. У меня есть задний проход. Короткие же тоже можно? Живем мы с короткими. Кто из них герои всех рассказал? Игорь. Игорь, да я с... Вот здесь правда. Мне очень нравится, как ты гнобишь людей. Прекрасно. Наконец-то Господь услышал наши молитвы. Коля, Коля, соберись. Давай, давай, все, сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok.